Здравствуйте друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Давненько я не выходил с видео, сейчас я нахожусь в Ашланде, это такая маленькая деревушка, находится в 20 минутах езды, о том их даже меньше на 15, такая классическая американская деревушка, поэтому немножко вернусь к своему старому формату, когда я еду и показываю вам виды американской глубинки Среднего Запада, ну а параллельно о чем-то рассказывали, что-то у вас спрашивают. Тема сегодняшнего видео прогноз на том, что будет происходить в России в 2018 году и, соответственно, моя точка зрения на это. Так вот, хотел такое видео снять, я предварительно решил собрать материалы по поводу того, что говорят серьезные аналитики по этому поводу, иностранные всякие разные аналитики, различные рода учреждения, которые предназначены для того, чтобы собирать разного рода информацию, как на русском языке, так и, соответственно, на английском и на других языках. И к немалому удивлению для себя обнаружил, что информации достоверной практически нет. Более того, на русском языке информации вообще объективной отсутствует, как факт. То есть, понятное дело, если смотреть разного рода такие оппозиционные издания, как Эхо Москвы, там всякая разная новая газета, различного рода блогеры, которые находятся в такой жесткой позиции, то было бы глупо брать на веру то, что они сейчас говорят. То есть, практически сейчас последний год это выдаваемое, желаемое за действительное. То есть, такого рода оппозиционеры все рисуют в таких жутких красках, подпещая такой скорейший-скорейший конец путинскому режиму, начало каких-то революционных действий, переворотов и так далее и тому подобное. Такая крайне полярная и деметральная точка зрения, от официальной статистики. И с другой стороны, такая слащавая, полностью оптимистическая статистика государственная, которую, что самое интересное, подхватили и зарубежные аналитики. Причем, самое что интересно, и там, если посмотреть Country Report, которые выпускают различные роды спецслужбы, как-то разведка Канады, МИ-6, в открытом доступе находятся в интернете, как желающие могут посмотреть, как такого рода Country Report даже больше того, за относительно небольшие деньги заказать полный аналитический отчет. Это недорого стоит, на самом деле. Очень многие спецслужбы как раз подрабатывают такой аналитикой. Так вот, такого рода аналитические отчеты, они полностью почему-то базируются на цифрах, которые приводят расистские статистические агентства. И что самое интересное, никто не делает никаких вообще политических прогнозов по поводу выборов. То есть, не пытаются предположить, будет ли Путин выдвигаться на следующий срок, пройдет он, не пройдет. Вообще, вот такого рода информация, она полностью обходится страной, равно как и уровень политического климата в стране, мысли населения и, соответственно, скажем так, индекс лояльности населения к власти. И на основании вот такого вот парадокса я могу только прийти к следующим соображениям. Во-первых, информация очень сильно чистится. Видимо, были запущены очень серьезные механизмы и задействованы серьезные деньги, чтобы полностью провести вот такую информационную зачистку в интернете с тем, чтобы убрать вообще всю информацию. Да, до меня доходят обрывочные такие разные информационные обрывки, то есть там из разных регионов, что на самом деле там происходит. Но это как бы обрывки информации. То есть, да, понятное дело, что ситуация в стране идет в рамках проекта такой управляемой стагнацией. Управляемой стагнацией, и это будет поддерживаться до выборов Путина и даже после них. Да, имеет место быть инфляция. Причем, может быть, даже серьезная инфляция, потому что из разных источников была информация, что печатный станок в России работает с перегревом, не успевает печатать деньги, банковская система рушится, банки закрываются, схлопываются один за одним, пытаются поддерживать то один банк, то другой банк, то третий банк. Вот. Соответственно, тают доходы у населения. Мелкий и средний бизнес, который еще держался там на плаву, теплился, тоже схлопывается. То есть, вот такая вот информация. Но, в общем и целом, это идет в рамках курса управляемой такой стагнацией в рамках общего курса, который придерживается кремлевское руководство. Вот. Говорить о том, что в стране будут какие-то радикальные изменения, к худшему или к лучшему, бессмысленно, потому что именно задача власти — это управляемая стагнация. Управляемая стагнация. И будут приложены все усилия, чтобы этот баланс сохранить. То есть, без изменений в плохую или в лучшую сторону. Да, вполне вероятно, что немножко может рубль упасть. Это закономерный ход, но не более чем до определенных пределов он, естественно, упадет. То есть, его будут удерживать. Да, власть сейчас будут воздействовать различные средства, чтобы поправить свое финансовое положение. Будут изобретаться на пустом месте различные роды дебильные законы, налоги, все что угодно будет изобретаться. И население все это схавает. Потому что на сегодняшний момент население страны загнано прям в такие рамки, что никто побоится даже пикнуть. Если раньше, когда в Америку выдавали туристические визы, народ охотно шел на различные роды пикеты, акции, туда-сюда отлично понимают, что это повод собрать свой кейс с тем, чтобы потом свалить из страны. Сейчас у людей нет виз и, соответственно, нет желания вписываться в подобного рода авантюры. Смысл какой? Драть свою задницу и нарываться на различные роды неприятности. Заведомо знаю, что ни к чему это не приведет. Ну, не готов народ в стране к каким-либо революционным действиям или выходить на улицу и требовать качать какие-то права. Вся оппозиционная деятельность была полностью за последние пять лет уничтожена. Все, кто маломальски там был оппозиционером, вел свои блоги, критиковал активную власть, они на сегодняшний момент все из страны уехали полностью. Возьмите там Демуру, возьмите других деятелей. Все из страны уехали. Камикадзе там, остальные все. Не знаю там, что там с Мальцевым сейчас. Ну, короче, власть полностью с оппозиции расправилась. Остался только такой непонятный персонаж под названием Навальный, который продолжает резать правду маткую. Ну, опять же, он ее тоже очень странно режет против тех лиц, которые, как бы, ну, периодически, видимо, властью спускаются сверху в качестве таких дежурных мальчиков для битья. Опять же, которым по барабану что-то про них говорит Навальный, потому что их материальное благосостояние от этого не меняется вообще никаким образом. Что у Медведева, что там у Соловьева, что у остальных, против которых там Навальный правду матку режет. По барабану. Если посмотреть на ситуацию более глубоко, на мой взгляд, единственное, кто может начать какие-то радикальные изменения в обществе и общество раскачать, это или сами люди из этой верхушки, то есть те, которые не совсем согласны с тем, что Вован задерживался у власти и те, кто несет серьезные финансовые потери от его дебильных действий. То есть начнется или не начнется кремлевский переворот внутри, это только зависит будет от самих олигархов наверху, которые будут заинтересованы произвести смену власти. Или же вторая сила, это организованные преступные группировки. И, опять же, в условиях кризиса денег становится в стране мало, происходит очередной дележ имущества, кто-то кого-то там рейдерствует и так далее, потом все возвращается на руки своя, как в добрые старые 90-е годы. И, соответственно, вот вторая сила, которая тоже может как-то воздействовать на то, чтобы выгнать людей на улицу или начать какие-то активные действия по такому серьезному переделу, это организованные преступные группировки. То есть получается, что только две силы каким-то образом могут воздействовать с тем, чтобы народ вышел на улицу, как-то это все было инициировано. Потому что ожидать что-то от населения в отсутствии вменяемых каких-то лидеров с какой-то вменяемой программой сейчас без смысла. Власть заводобилась. На ближайшие, по крайней мере, полгода ожидается такая конкретная управляемая стагнация. Что будет после выборов? Ну, посмотрим. Я не думаю, что нас ожидают какие-то откровения, что появится какая-то фигура. Опять же, только заключаем от того случая, если наверху те ребята, которые реально рулят страной и имеют деньги, не посчитают, что Вован несколько подзадержался на своем посту. И будет более выгодно, если вместо него назначить какую-то более свежую фигуру. Под эту лавочку провести небольшую реставрацию фасада. Надо попытаться договориться как-то с Западом об отмене санкций и, соответственно, дальше продолжать гнуть свою линию надежно. Для тех людей, которые проживают в России, и кто не согласен с существующим порядком вещей, должно быть четкое понимание, что никакой положительной динамики к хорошему не будет вообще. И если в настоящий момент есть проблемы с получением визы в США, например, я знаю, что туристические визы вроде бы начали выдавать, но только в Москве работают в консульский центр. И ближайшие сроки – это конец января, очень огромная очередь для тех, кто едет как турист. Значит, люди, которые радикально и кардинально не согласны с положением дел в стране, и кто хочет при своей собственной жизни нормально устроиться и обеспечить какое-то будущее для себя, и для своих блестих, своих детей, значит, нужно рассматривать какие-то другие страны. Благо, что их навал. Не забываем про Канаду, не забываем про Австралию, про Новую Зеландию и так далее. В Европе, конечно, сейчас бардак, Европа сейчас не самое лучшее место для эмиграции, но почему нет, если вам нравится Европа, значит, соответственно, подумайте. Потому что вполне вероятно, рано или поздно властям в России придет в ум идея сделать такую перезагрузку, сделать вариант а-ля СССР 2.0. То есть, учитывая, что из страны в основном выезжает самая мотивированная часть населения, в мозги выезжают люди с знаниями языка, с какими-то профессиональными навыками, те, кто хоть что для себя стоит и понимает, что за рубежом они смогут добиться большего. Значит, соответственно, как в добрые старые времена пресс-СССР, пытаются ограничить выезд людей из страны, с кем-то власть сама решала, кто из страны будет выезжать, а кто нет. Потому что в противном случае, при такой тенденции, власть рискует остаться без высококвалифицированного персонала, вот и придется где-то этот персонал на стране искать. Так же все будет идти такими велотекущими темпами к СССР 2.0. Ну, опять же, цензура, опять же, иллюстрация переписки, все, что угодно, абсолютно. То есть, охота за ведьмами, политинформация в школах, как в доброе старое время, накачивание патриотическими идеями молодежи, детей в школах и вообще в учреждениях. Так что примерно такая тенденция будет на ближайшее время. Что будет после Нового года, поживем, увидим. Вполне вероятно, может быть, события начнут развиваться быстрее, чем я думал. Со своей стороны, мне крайне было бы интересно услышать вашу точку зрения. Что вы сами думаете по этому поводу, что происходит у вас в регионах, насколько у вас все плохо или хорошо, есть ли какие-то тенденции, что в вашей жизни поменялось за последние полгода и что вы ожидаете от ситуации на ближайшие полгода. Пишите все, что угодно. Мне интересно почитать ваши комментарии относительно вот этих прогнозов на 2018 год, что будет дальше происходить. Когда видео практически было отснято, я решил уделить еще буквально несколько минут времени, с тем, чтобы рассмотреть тезис, почему российским властям интересно сделать реставрацию модели а-ля СССР-2. Те, кто застал жизнь в СССР, должны помнить, что вся страна фактически работала в подавляющей большинстве на оборонку и люди, которые работали, они фактически работали бесплатно. То есть, если сравнить реальную стоимость оплаты за труд, это фактически было бесплатно. Касается это и тех людей, которые работали в промышленности, и тех, кто, тем более, в сельском хозяйстве. То есть, вся страна фактически работала бесплатно. Такая модель, она уже давно властями обкатывается. Есть регионы, где нет вообще никакой работы, и люди, которые работают на различных родах в таких госучреждениях, уже давно привыкли к этой формуле, что они работают, а зарплату не платят, и выплачивают зарплату с очень большой задержкой. То есть, фактически, ты становишься заложником и рабом. То есть, ты, естественно, можешь уводиться с предприятием, ты можешь забыть о той зарплате, которую тебе предприятие задолжало за полгода. То есть, ты получаешь зарплату с задержкой в полгода. Понимаете, да? И, соответственно, на дотеке капальных условий люди продолжают работать, потому что у них больше шансов некуда устроиться. И, соответственно, эта модель будет и дальше внедряться на всей территории страны. Потому что власть не заинтересована в наличии свободных людей, которые владеют своим собственным бизнесом, пусть даже маленьким, пусть даже очень маленьким, но которые позволяют им независимо от власти вести свои дела и всегда послать эту власть далеко и надолго. А вот загнать людей на государственные предприятия – это зачетно. И, соответственно, дальше, взяв вот такую схему с отсрочкой платежей, этих людей эксплуатировать, эксплуатировать, и, соответственно, дальше уже они уже будут полностью зависеть от этой власти. И куда им скажут, идти на голосование, за кого голосовать, ходить на протестные акции, не ходить, люди становятся полностью подневольными. Фактически вся страна, ну, Россия – это сырьевой предаток. Хотя из тех областей, которые эффективно что-то производят, это, соответственно, опять же, оборонка, производство оружия, которое массово идет на экспорт. Ну и, видимо, там тоже наблюдается нехватка рабочих сил. И власть заинтересована как раз найти оборотное предприятие, загнать свободно шляющееся население, с тем, чтобы выпуск продукции увеличился, и, соответственно, ее также можно допустить на экспорт. Это, опять же, мои только замечания, потому что больше из того, что может продаваться за рубеж сейчас, и то, что будет конкурентно способным, что-то вообще не приходит. Только продажа полезных ископаемых. Все остальное, естественно, будут проигрывать все эти разговоры. Там, в различных проектах, связанных с производством самолетов, кораблей, прочего, 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 это разговор вообще ни о чем. Почитал тут юмористическую статью о том, сколько было произведено суперджетов, вот, и как этот проект фактически уже накрылся. Тенденции такие практически во всех отраслях. Только одна оборонка продолжает клепать оружие, которое пользуется успехом в странах третьего мира, вот, и все охотно готовы покупать дешевое российское оружие, вот, потому что властям по барабану кому-то оружие продавать. В Африку, на Ближний Восток, в Азию по барабану, к вам что-то платили деньги. За всем отклонюсь и всем хорошего.